Друзья, всем пачангос, пачангос! Мы едем по Италии. Тут играет такая просто... Просто интригующая триллерская такая музыка. У нас радио классика работает. У меня такое ощущение, что я крестную часть, четвертую часть, новую часть смотрю крестного отца. Такие сюжеты, события развиваются, они на шутку. Надя, правда, улыбается при всем этом, не знаю, она не чувствует никакого драматизма, она не чувствует в этом. Но у меня аж сердце на куски разрывается от пролитой крови, от жертв, от мафиозиков, от всей вот этой трагедии, которая творится сейчас в четвертой части, которая Форт Коппола так и... Подожди, кстати, Форт Коппола или Скорцеза? Крестная часть, крестный отец, кто? Коппола, Коппола. Нет, Коппола однажды в Америке, Скорцеза, да? В общем, по роману Марио Пьюза, крестный отец, часть четвертая. Вот видите, это последний автомобиль Вито Корлеоне, полностью изрешетенный. Смотрите, что с ним сделали соседние Сими. Пачанга, Пачанга. Видите, в лобовое расстреляно. Вот в таких условиях мы здесь, в Италии, проживаем, друзья. Но наша семья держит позиции, мы пока стараемся как можно больше распространять нашу власть, наше влияние на территории. В данный момент мы выезжаем из Рима и едем в сторону Маринго. Это уже почти наши подконтрольные территории, можно сказать. Конечно, как вы видите, происходят вот такие вот жертвы. Все бывает, не без этого. Особенно надо осерегаться вот таких вот типов на мотоциклах. Они очень с большой скоростью проносятся. И у них такие маленькие автоматы, которые называются УЗИ. Вот еще один. Но это уже семейная правда, но тоже могут маскироваться, знаешь? Да? Есть вот такие движения? То есть я, он несет полную чушь, я не хочу в этом участвовать. То есть все, что я тут вижу, здесь не происходит, да? Ну ладно, ладно. Ну ты молодец, ты как настоящий мафиози. Когда у настоящего мафиози спрашивают, что такое мафия, он отвечает, я не знаю, что это такое, я не хочу в этом участвовать. У тебя хорошо получается. Но мы-то с вами, банда, все знаем. От вас-то у меня секретов нет. Вы же понимаете. Несмотря на то, что у всего этого мира есть от нас, от нашей банды секреты, у меня от вас секретов нет. Поэтому я вам рассказываю, что на самом происходит, что на самом деле происходит в Италии. И только на отзор ТВ вы сможете это увидеть. Конечно, какие-то более такие, знаете, опасные картины я не хочу выдавать, чтобы не травмировать вашу психику. А здесь обычно собирается молодое поколение, которое выясняет между собой тоже территориальные споры. Обычно это подрастающие спортсмены, которые стремятся, стремящиеся вот здесь, в этих районах, видите, они на стадионе устраивают такие сходники. И там же разрешают свои проблемы. Кстати, друзья, я вам должен сказать, что здесь в Италии, как и во всем мире, тоже есть благородные рыцари, благородные мафиозики, благородные борцы. И также есть такие уже потерявшие честь, совесть, сострадание и остальные вещи, которые только можно потерять. Но которые нельзя терять ни в коем случае, особенно честь. Так вот, я заметил, что в некоторых стыковочках, таких махниках, которые происходят на территории этой Италии, знаете, как в старые добрые времена было, когда происходили между собой впрягники, обычно всегда драка была или до первой крови, или же до первого падения. То есть было какое-то, присутствовало какое-то благородство в людях. Сейчас же, в последнее время, если вы заметили, то, возможно, вы заметили такую вещь, что люди стали чересчур агрессивными, чересчур такими злыми. И уже даже если человек лежит, то есть, как раньше было, лежачего не бьют. Слева ипподром. Слева ипподром. Что за ипподром? А, ипподром, ага. Ну да, здесь мафиозики отмывают свои деньги. На скачках, да-да. Все верно. Слева был ипподром. Вот, и стали такие люди жестокие. Но на самом деле это очень плохо. И такой закон, как лежачего не бьют, там, вот эти вот старые добрые вещи, они почему-то теряют свою актуальность. Но, несмотря на все это, есть люди, которые это несут достойно, с честью, с высоко поднятой головой, можно сказать, проносят это, несмотря ни на какие передряги, которые в их жизни происходят. Поэтому моя банда, вот, под вот эту вот музыку Крестного Отца, четвертую часть, я вам просто хочу сказать, чтобы вы тоже были добрыми, чтобы ваши сердца всегда были благородными, чтобы вы искрились настоящей надеждой, настоящим счастьем, настоящей красотой, добром. И огромной такой, просто состраданием к этому человечеству, чтобы убирали злость и убирали все самое плохое. Такая вот маленькая зарисовочка. Что наше мафиозное приключение по Италии продолжается. Как вы понимаете, мы двигаемся в солнечную Калифорнию. Смотрите Анзор ТВ. Калифорния.